Всем привет! Это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике, ну, потому что реальные обзоры и тесты. И это видео, это, ну, следующее видео в наш плейлист про пылесосы. Да, будем тестировать вот этого чувака. Это такой многофункциональный, универсальный солдат чистоты. Ну, так его позиционируют ребята из Арника. Это турецкий бренд. Кстати, у нас есть целый обзор большой на топ-5 пылесосов Арника. Там прямо они разные, для разных задач. Посмотрите, там интересно. Но вот это будет подробный обзор и тест пылесоса Арника Вира. Смысл в том, что он и моющий, и для сухой уборки с аквафильтром, и мягкую мебель и можно там очищать, именно влажную уборку производить, и жидкость из пола собирать, и даже окна им мыть можно. Ну, и часть функциональности его мы проверим, мы протестируем, такой наиболее интересный. А начнем мы вот с чего. Дело в том, что я побаиваюсь таких пылесосов, потому что, как мне кажется, с некоторыми из них, а может даже со многими, бывает сложно. Сложно в моменте вот сборки, разборки, да, вот этой всей истории. И мы как раз начнем с того, что мы проверим, насколько легко или сложно его собрать и подготовить, ну, например, к влажной уборке, влажной чистке дивана. Ну, вот поначалу глаза разбегаются, да, но на самом деле все не так уж сложно. Смотрите, мы сейчас наливаем шампунь, а потому что мы будем очищать диван, да, вот, пятен. Например, примерно столько. Дальше ставим вот этот вот бак сюда, будет поступать грязная вода. Дальше. Да, чуть не забыл, отсюда нужно снять вот эти вот резиновые заглушки. Именно для конфигурации, вот, для влажной уборки. Ну, и дальше моторный блок. Нужно, чтобы вот с этим отверстием обязательно совпадало вот это. Понимаете, почему? Почему? Собственно, наверное, даже лучше вот так будет сделать. Чтобы здесь у нас все легко соединилось, без напряжения. Да, и есть еще один такой вот маленький шланг, через который шампунь, раствор моющий будет подаваться, собственно, сюда дальше, в пылесос. Ну, вот так это все должно выглядеть. Здесь дальше, смотрите, можно эту насадку для влажной уборки мягкой мебели сразу соединить вот так, и у вас будет вот такая конфигурация, несмотря на то, что вы будете мыть. Мне удобнее все-таки, когда будет еще вот такой вот длинитель, и вот сюда я уже сажаю насадку. Ну, и дальше вот так вот можно сделать. Вот пылесос в собранном виде. Диван. Я, честно говоря, боюсь, потому что это мой диван, у меня дома. Я здесь вечерами лежу, бесконечно смотрю видео канала Тостер. Зажгусь на себя, что называется. Это настоящие пятна. Они не застарелые, но уже постояли какое-то время. Плюс важный момент, когда вы собираетесь чистить диван таким образом, все-таки лучше заранее моющее средство нанести вот на эти пятна, чтобы оно немножко повзаимодействовало с ними. Потом уже собирать. Мы это сделали, вот оставили там на 10 минут постоять. И теперь мне страшно, правда, говорю, страшно. Но попробуем сейчас... Что-то сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 И в общем, если пройтись вообще по всему дивану, то можно так, ну, освежить, освежить внешний вид вот этой обивки, да, внешний вид дивана, и тоже это, ну, собственно, придется ко двору, почему нет? Но в нашем случае главное, что то, чего я боялся, не произошло, пятна на диване не остались, все оттерлось, ну, где-то еще, может быть, нужно поработать, но, опять же, это уже привыкание непосредственно к технике и понимание того, как она работает. Но с диваном он справился. Двигаемся дальше. И так же для влажной уборки твердого пола и для сбора жидкостей. Да, здесь есть вот специальная такая резиновая дополнительная такая насадка, и вот с ее помощью мы как раз и окно тоже помоем. заранее воду, моющий раствор, на окна, и дальше уже вы просто собираете эту воду. В целом здесь все прекрасно собирается. В общем, вот так. Опять же, как я люблю говорить, вы все видели сами, окна реально моются. Конечно, опять же, нужно привыкнуть. Возможно, их, если они слишком грязные, их можно еще протереть вот вручную, а потом убрать эту жидкость. Но это уже зависит от ситуации. В целом мы увидели, что вот мои такие обычные окна с помощью этого пылесоса и этой насадки вполне можно приводить в порядок. Ну и продолжаем в такой домашней обстановочке нашу уборку. Смотрите, пылесос Арника Вира, он остается в той же конфигурации. Это к вопросу о том, что вот в одной конфигурации можно выполнять с его помощью разные задачи. То есть он остается в конфигурации для влажной уборки. Что мы делаем? Мы, собственно, будем заниматься влажной уборкой вот твердого пола. У нас здесь ламинат в данном случае. И оставляем ту же насадку. И важно, что если вы будете убирать ковер, вот влажную уборку ковра, то нужно снимать вот эту резиновую дополнительную насадку. А поскольку у нас здесь твердый пол, то мы ее оставляем. То есть вот как окна мыли, так в такой же, опять же, конфигурации оставляем и эту насадку. Ну и включаем пылесос. И смотрите. Кстати, что еще? Видите, да? Я здесь, мне здесь, в принципе, вполне удобно. Ну, то есть я достаю так до пола и так далее. Но если по какой-то причине вам не хватает этой насадки, вы можете дополнительную вот такую вот удлинительную такую штуку прикрепить. И у вас увеличится длина вот основной насадки, этой основной трубы. Что, в общем, может быть вполне удобно. Дай-ка я вот так и оставлю. Все. И сюда тоже надеваем вот эту насадку. Это, может быть, удобно там для каких-то труднодоступных мест. Может быть, если где-то наверху что-то будете мыть. Ну и вот так тоже. Итак, поехали. То есть вы подаете жидкость к полу моющую и тут же ее собираете. Таким образом у вас обеспечивается такая мягкая влажная уборка. То есть для ламината она вполне безопасная. Вот такая уборка. Он не переувлажняется. Ну и как вы понимаете, заодно это все работает и как такой сбор жидкости с пола. Легко получается. И заметьте, разводов нет никаких. Ну а дальше для перфекционистов можно немножко поддать моющего раствора и пройтись. Увлек-то я. Ну как видите, вот влажная уборка пола, сбор жидкости тоже все вполне работает. Ну и следующий этап, немножко другая конфигурация пылесоса. Вот мы его, что называется, перезарядили. Здесь именно конфигурация для сухой уборки с аквафильтром. Поэтому вы сразу вот сюда воду наливаете в этот контейнер и ставите еще дополнительно вот патрубок, который нужен для того, чтобы уборка была максимально эффективной. И смотрите, еще какой момент. У меня ковер, он такой не совсем обычный, он без ворса. Поэтому вот этой насадкой, которая есть в комплекте, турбощеткой, ну его убирать нельзя, потому что она просто его испортит, может быть порвет и так далее. Но если у вас такие нормальные обычные ковры с ворсом, еще если есть домашние животные, то конечно вот эта вот насадка, турбощетка, она ну максимально вам подойдет. А я же использую другую насадку из комплекта, она здесь тоже есть, что важно. Это такая классическая насадка типа ковер-пол, и вот сейчас мы и проверим, как все это работает. Немного непривычно вот с этим ковром. Но в целом Вполне себе все работает. И насадка не портит там ковер. Вы так аккуратненько, неспешно Все собирается. Ну вот смотрите, ковер чистый. А в пылесосе у нас как раз работает аквафильтр. Собственно вся грязь ковра там с любого пола, она вот там оказывается. Ну что, как я люблю говорить, вы все видели сами. Мы проверили, ну такие, на мой взгляд, наиболее востребованные функции вот этого пылесоса. И совсем он справился. Реально справился без каких-либо, ну каких-то глобальных проблем. Я не скажу, что вот прямо с первого раза у вас все легко получится. Конечно, к любой технике и к нему тоже нужно привыкнуть. Нужно привыкнуть к тому, что его там собирать, как его собирать, разбирать. Это тоже не сразу, но он несложный. Сначала вы там в инструкцию заглянете пару раз, а потом уже будете просто сами его собирать. Так что вот этот важный момент здесь продуман и с ним, ну реально не сложно. С задачами своими он справляется. Это, конечно, не пылесос на каждый день. Это пылесос на такой генеральной уборке. Конечно, наверное, не стоит его покупать в какую-то маленькую квартиру, там знаете, 30 квадратных метров. Все-таки, наверное, он для квартир побольше, где больше вот тех моментов, которые нужно приводить в порядок. Где, наверное, много ковровых покрытий, потому что, ну вот здесь можно освежать ковры и влажный убор ковров, мягкой мебели. Это все доступно. И, конечно, не стоит ждать, что вот такой пылесос, он заменит вам химчистку, да. То есть, если у вас какие-то застарелые пятна, там на коврах, на мягкой мебели, это все-таки химчистка. Вот если пятна относительно свежие, то вполне можно использовать этот моющий пылесос. Плюс вообще освежить, освежить там ковровое покрытие, ковер или освежить обивку мягкой мебели. Вот для этих задач, а также, ну для всего остального, о чем мы рассказали в этом видео, он вполне подходит. Вот такой вот пылесос Арника Вира, ну для самых разных задач уборки. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, со всеми, кто ищет себе вот, может быть, такой какой-то многофункциональный пылесос домой. И помните о том, что у нас есть не только канал Тостер, но еще и сайт Тостер.ру. Есть мы в Телеграме, есть мы в Яндекс.Дзене, в соцсетях. И там не только наши видео, но еще и много интересного, другого интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!